привет братцы рыбаки сегодня я вам хочу показать свой вариант изготовления такой хорошо работающей снасти на стоячих водоемах как пробка для изготовления мне понадобится вот такая вот пробка в моем случае из-под кефира пара ушных палочек кусочек медной проволоки три крючка две бусинки внутри соответственно леска ну и много инструментов в качестве груза я буду использовать такую пулю отливать свинец мне не охота поэтому сейчас просто отрежу кусок и расплющена на кого не так вот отрубил кусочек вот эту часть сейчас на наковаленки буду плющить мне нужна в общем-то лепешка такая вот лепешка получилось теперь надо маленько скруглить края для большей эстетики скажем так вот грузика готов крепится он будет к донышку пробки дальше вот с помощью вот такой вот приспособа мне нужно сделать пружинку так вот зажал плоскогубцами и потихонечку наматываю несколько оборотов вот что получилось теперь точно также мотаем с другой стороны тут сильно большая пружинка не нужно поэтому сделал я вот такую вот маленькую теперь это надо все собрать кучку лишнее откусываем чуть-чуть и вытягиваем так вот подгибаем и расправляем она должна быть как раз по внутренней ширине вот этой пробки ну вот что должно получиться и тут эта пружинка должна входить внутрь пробки теперь приблизительно по центру размечаем и свинцовой лепешки и пробки отверстие и расширяю его вот под такой гвоздик с помощью подходящего сверла обрезаю заусенцы теперь нужно вставить вот так вот гвоздик и с внутренней стороны его расклепать лишнее откусываю для большей надежности поставил шайбочку начинаю клепать вот что в итоге получилось все держится качественно крепко и надежно груз на пробке нужен для того чтобы при забросе у вас вот это вот кормушка всегда тонула и каша или прикормка стояла к верху дальше напротив друг друга приблизительно по центру сперва шилом мы потом их засверливаем сверло подобрал так чтобы туда входила ушная палочка теперь фиксируем кормушку вот так вот должно получиться лишнее откусываем и подплавляем зажигалкой вот эти краешки отплавили приплюснули точно так же с другой стороны отплавили и приплюснули точно так же теперь нужно проколоть вот с этих двух сторон тоже два отверстия ставить сюда еще одну ушную палочку такая вот конструкция получилась осталось теперь ее только собрать для сборки буду вот такую вот леску использовать но 28 до 9 килограмм подевая леску вдоль кормушки вставляю сюда бусинку делаю петельку леска белая плохо видно узел обязательно лучше смачивать к этой петельке потом будет цепляться поводок с крючком это будет нижняя часть лишнее откусываю точно также сверху ставил бусинку делаю петлю и вот обычным узлом двойным завязываю также смачиваю и подтягиваю лишнее откусываю для поводков буду использовать леску потоньше это при случае если будет зацеп или еще что-то чтобы оторвался только крючок а не вся снасть крючки буду использовать по китайской квалификации 11 номер и как привязывать я вам не надо объяснять у каждого есть свои любимые узлы крепкие я буду вязать 8 очень простой и надежный узел дальний поводок который будет проходить через саму кормушку будет длинным я его сделаю через кембрик сейчас продену просто кембрик и здесь также будет фиксироваться он через петельку на краю делаю петельку и одеваю здесь будет у меня петля в петлю дальше это все дело так вот натягиваю и закрываю кембриком чтобы крючок вот этот вот был как можно дальше длина поводка получается 16 сантиметров от кембрика грубо говоря от снасти сантиметров 20 дальше беру такую же леску продеваю середину и здесь надо будет привязать точно также сейчас два крючка но эти крючки надо привязывать уже не сильно далеко от пробки это вот и будут так называемые крючки которые будут из корма высасывать рыбы поясню для чего я поставил здесь вот такую трубочку меня вот этот поводок будет скользящий то есть допустим при поклевке на один крючок тот же карась уже часто любит заводить куда-нибудь там в коряги в кусты получается поводок чуть стравливается а этот крючок будет около пробки меньше шансов что будет у вас зацеп поэтому делаю скользящий здесь сантиметров пять будет чтобы можно было его воткнуть в кашу больше делать и не надо прикручиваю второй ну вот снасти готово вот так вот она выглядит если кто-то думает что при забросе вот эти вот боковые крючки могут запутаться тот ошибается потому что они будут заправлены вот сюда вот в саму крышечку внутрь прикормки то есть в кашу там либо еще во что-нибудь то есть будет только вот этот вот нижний крючок и сама пробка при забросе можно допустим на этот крючок одеть червя на один допустим одеть опарыши на третий еще какую-то наживку то есть по мере выедания из кормушки корма шарик вот этот вот поднимется и будет плавать это все друзья как вы могли убедиться буквально минут за десять полностью изготовил снасть так называемую пробку либо соску такая снасть очень эффективная особенно на озерах на стоячей воде ловить на нее можно хоть карася хоть карпа очень много разной рыбы так что кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что не в комментариях всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока